Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Основная проблема здесь заключается в том, что было нечто, что мотивировало вас, и, на мой взгляд, мотивирует до сих пор воспринимать чувства в какой-то степени как нечто особенное, как нечто такое, чем они, к счастью или, к сожалению, не являются. То есть чувства не являются тем, чем вы их воспринимаете. Чувства не являются тем, как вы их видите, но вы и видите их именно так, как видите. По-другому видеть вы их, вероятно, не монет, не хотели бы, но, вероятно, не получается вас это делать. Вот. И, на мой взгляд, именно это нужно в первую очередь определить. Что здесь произошло, ну, вот, непосредственно в вашей ситуации, что случилось? Зачилось то, что вы продемонстрировали мужчине, что воспринимаете его, как, точнее, себя. Как приз, как приз, как то, что нужно завоевывать, как то, что нужно выпрашивать, как то, что нужно, как то, чего нужно добиваться, добиваться, и так далее. И человек то же самое теперь думает и о себе. И он, значит, соответственно, так же ведет себя по отношению к вам. Мол, я тебя добивался, теперь ты меня добиваешь. Проблема в том, что круг, это круг, это порочный. И для того, чтобы его разорвать, вам нужно перестать к себе относиться, как к, ну, скажем так, как к некой материальной истории, как к некой материальной ценности, коей вы себя считаете в глубине души. Необходимо перестать только после того, как вы себе это, ну, восполните через альтернативный ресурс. Воспринимать чувства, отношения, как нечто особенное, чем они не являются. Они важны, но они не что-то особенное. В том смысле, что нельзя, как бы, например, отношения в одной сфере ставить выше всех отношений в другой сфере. Понятно, что эмоции, понятно, что это, по сути, такое жонглирование получается. То есть, сейчас на первом плане это, то есть, сейчас на первом плане это. Но, если посмотреть, то в качественном соотношении примерно все эти сферы будут равны. Если в качественном, в эмоциональном разрезе какая-то сфера начинает выделяться, все, получается проблема, зависимость и так далее. И это же самое случилось. Основной конфликт здесь, противоречия, которые я бы выделил, звучит так. Почему я играла с мужчиной, если сейчас хочу его вернуть? Вот, над этим конфликтом вам нужно подумать. Я не знаю, получится ли вас разобраться в нем или нет самостоятельно. Совершенно точно получилось бы разобраться, если бы вы поработали с кем-то из наших специалистов. Вот, но, тем не менее, это вы можете ответить только сами, на этот вопрос. Есть ответ Кудрячева Игоря Леонидовича, который довольно подробно и лаконично вам объяснил ситуацию. Может быть, проблема связана с этим. Может быть, есть какой-то еще элемент. Может быть, есть что-то третье, о чем ни я, ни коллеги не догадываемся, пока с вами не поговорим. Вот. Но, согласитесь, несколько странно звучит, что вы говорите, что я играла, его чувствами то опалкивала, то проблежала, а теперь все это нужно. То есть тут основная мысль какая? Я верю в идею бумеранга, то есть я перекладываю ответственность на бумеранг за то, что я сделал и воспринимаю это как наказание. И теперь я хочу этого наказания избежать, поэтому я хочу завоевать его доверие. А чтобы завоевать доверие, мне нужно унижаться. Потому что доверие нельзя завоевать. Но либо если бы его нет, зависит доверием не от вас, а от человека. Понимаете? То есть на практике это работает примерно так, примерно так. Люди в идеале встречаются, узнают друг друга. Им кажется, что узнают они друг друга. Достаточно. И решают быть вместе. Но жизнь большая. Ситуаций много. Человек меняется. И в один момент человек оказывается способен и поступает на то и так соответственно, как от него его партнер не ожидал. И тут начинается момент доверия. Но момент доверия не в том, что вот, ты поступил как-то так, как я от тебя не ожидал или не ожидал. И поэтому я тебе не могу доверять. Нет. Тут момент в следующем. Человек смотрит на того, кто уже не совсем тот, кого он знал. И решает для себя. Прислушаться ли ему к себе, в зависимости от того, что он слышит. Или прислушаться к интеллекту, в зависимости от того, о чём он думает. И выбрать то или иное. Вопрос доверия. Это не ваш вопрос, не ваша проблема. Но проблема мужчины. И если вы не доверяете себе, а скорее всего, себе вы не доверяете, я более чем в этом уверен, то вы считаете, что ваше доверие, именно ваше доверие, плюс-минус, плюс-минус нужно завоевывать. То есть, вы считаете, что, ну, что вы можете, ну, человеку либо доверять, там, либо нет, да? Вот. Вы можете. Но! Вы считаете, что доверие нужно завоевывать. И поэтому вы пытаетесь действовать знакомыми средствами на доверие своего мужчины. А поскольку невозможно завоевать ваше доверие без полной, так сказать, вашей зависимости. То есть, вот, здесь все момент, что вам, именно вам, чтобы доверять, нужна полная зависимость от человека. По-другому, по-другому завоевать, ну, по-другому вы не сможете доверять. И вы точно так же, к сожалению, рассуждают. То есть, проблема здесь заключается, вот, на мой взгляд, именно в этом. Ну, и, как бы, решается, соответственно, ну, примерно, в таком же ключе. Дальше, ну, я отчасти об этом уже говорил, вот, могу повторить еще, что, вот, вы говорите, хочу быть с ним, да? Да, ну, обратите внимание, что, когда человек хотел быть с вами, вы его отталкивали. Вот, вот, и я уверен, что у этого есть свои причины. Можно только понять, какие. И все будет хорошо, тогда. А то, что вы делаете сейчас, пытаетесь воевать его доверие, или, что там, чувствуете себя виноватой, это та же самая вы, просто в лице мужчин, мужчины. Поэтому, подумайте, подумайте, изменитесь ли вы, придя в отношения, даже если сможете его завоевать. На этом все. Надеюсь, что помог. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.